Музыка Мы к вам долго добирались, ну наконец-то Не заплутались, а? У нас был хороший провожатый Рад вас видеть То, что обещал, помните, я вам обещал Тем более, что вы тут есть ваш отзыв И вы внесли вклад в улучшение этих практических Борис Павлович, что можно улучшить после боя-интрана Сотрейтесь Значит, вы находитесь на свободной территории Редди Дисус Значит, история достаточно интересная Я был с 65-го года агрономом здесь Закончил Тираспольский совхозтехникум Баш И считаю, что это мой главный университет Потому что там, когда мы пришли И нас построили впервые Руденко Он говорит так Вот это все оставить Значит, 30 минут, чтобы были здесь на плацу в форме номер один Ну подумали, какая форма номер один Ну там поспрашивали Явились Нас по классам распределили И вот это вот Вот это ваши будут педагоги На ближайшие 32 недели 8 месяцев мы ручки в руки не брали Мы прошли весь цикл осенних работ Уборка, копка картошки, прочее зимняя Прививка У меня руки, видите, белые такие Это ножом Привищен Сейчас это считается эксплуатацией Да, да, да К сожалению Я хочу сказать, что Это самое интересное было в моей жизни Я прошел такую хорошую школу Спасибо Тирасполь Спасибо Совхозтехникум А сейчас нам уже легче У нас есть Борис Павлович под боком Пожалуйста, проходите У нас в этом помещении Значит Я встречаю Моих гостей За истекшие годы Более 15 лет На семинарах Было более 30 тысяч человек На сайте у меня 3,5 миллиона посещений И 11 тысяч подписчиков Тема ореха Эта тема владеет умами Всего региона Она за пределы региона Мне из Значит Нальчика Пишут, значит Можно ли А из Норильска тоже, значит Там какой-то сорт ваш А это все нереально А вот Наш регион Днестровье Украина, скажем Балканы Здесь извечно Орех был Во главе угла И Значит Это как раз Сочетается С политикой Которую Значит Продвигает Борис Павлович Это экологически чистая культура Это культура Которая может Амелиорировать Амелиорировать почву И которая может защитить почву От смыва От размыва Значит Всегда у нас здесь Ну правда у нас есть стол гостей здесь Обычно бывает Когда семинар И каждый кто что-то привозит Приходит Он из своего региона Что-то приносит И это рассказывает Чем он Регион богат И как он Скажем К этому К идее ореха пришел А потом я говорю всем Как я вам говорю Значит Ну пожалуйста К столу Откушайте Потому что вы Может Вы не Ваш Борис Павлович Голодный Меня оставил А тут немножко Здоровки Попробуйте Все что здесь Это наше Пожалуйста Альтернатив Грецкий Он не имеет Альтернатив Потому что Скажем Вот тем более В наши времена Это дело Особенно Особенно актуально Значит Что происходит С массой Широко Значит Распространенных Культур Вот пшеница Кукуруза Та же самая Соя Трансойл У нас Есть Такое Я не знаю У вас Кто еще Есть Шериф Там Или Что-то Дополнительное Значит Монополизировал Рынок И дает Тебе На уборке Скажем Пшеницы Лей 50 Лей 60 Ниже Себестоимости И некому Жаловаться И некому Некуда Возить Все Значит Какими-то Партиями Запрещено Надо Возить Крупными Партиями Лицензированным Хозяйством Короче Влада Руководство Работает на то Чтобы Создать Кого-то Монстра От которого Можно Взять Хороший Откат Я Нормально А все Остальные Расходный Материал Так вот С Орехом Немножко Все по-другому Значит Орех Он Политической Конъюнктуре Как-то Не под власть Вот Когда Значит Воронин Пободался С Путиным Первый раз Помните Когда Путин Он уже броневик Сюда направил Свой Значит Имеет Автомобиль Там И уже Садился В самолет А Воронин Поехал С Берлускони Там побазарить Ну Разгневалась Россия И Закрыла Весь Экспорт Из Молдавии На Россию У нас Сгнили Черешня Персики Вино Осталось Значит Яблоки Ну В Приднестровье Я этого не почувствовала Оно было Всегда Родной И близкой России Так вот Орех Не почувствовала Не взяла Россия Эмираты Взяли Франция Взяла Франция Уже давно Она считается Ореховой Державой Но она давно С орехом У нее не все В порядке В этом Датском Королевстве Ну Скажем Как говорил Шекспир Там не все В порядке Что-то у них Происходит У них есть Массивные Громадные Контракты Но они их Год в год Не могут Выполнять Они собирают По Украине По Румынии Орехи По хорошей цене И там уже Естественно Под своими Флагами Подают Значит Орех Я вам Назову Только Две цифры И все Станет ясно В структуре Плодовых Культур Молдовы Орехоплодный Занимает От 3,7 До 4,2 В структуре Экспорта Плодовых Они занимают 47,52 Это Этим Все сказано У меня Зачастую Бывают Такие Случаи Значит Приходит На семинар Масса Людей Потом Человек 15-20 Остается Заключать Контракт Ну и Один Говорит Я буду Садить 12 гектаров Другой 3 гектара А другой 100 гектаров Один Так Мнется Мнется Мне Надо 10 Орехов Он Как будто Значит Ему Даже Стыдно Об этом Сказать Не на Тем Масштаб А я Ему Говорю Так Вот У нас Три Села Отсюда Есть Одна Тетя Одна Бабушка Ей Еще Три Года Назад Была Она Еще Жила Это 90 Лет Она Похоронила Всех Своих Детей Сейчас Умирает Бабушки Живут Уже Внуков Начала Хоронить Живут Она Сама У нее Пенсия Нищенская 600 Лей Никакая Пенсия Значит Содом У нее Один Единственный Орех Громадный Лет 120 Бабушке Ей достался Она Убирает Ежегодно 5-7 Мешков Орех Она Эти Орехи Не бьет У нее Денег Нет Чтобы Нанять Что-то У нее Побил Орехи Значит Она Сама Лазить Естественно Не может Шустрая Бабушка Значит Она Звучит Ветер Подул Дождик Пошел Перекар Подкрылся Она Собрала Там Орехи Мешочек Мпод Еще Еще Ну 5-7 Мешков Ежегодно Имеет Орех Очень Хороший Вот Подходит Пасха Она Взяла Мешочек Потюкала На бутылочку Торбочку И на базар 400 Лей Сделала Ботиаза Она Пару Мешочков Побила Какой-то день рождения Какой-то там Внучки Она Она С одним Деревом Все свои Прорехи В этом Нищенском Бюджете Своем Пенсионном Она решает Поэтому Правильно Посадить Одно дерево Это уже Очень много Это капитал Посадить Маленький Садик Это Очень Хорошо Потому Что У нас Орех Это Традиционная Культура Ну Вот В древние Скандинавские Саги 3000 лет Назад У них Есть Саги Охождение На Элитпонт Это Черное море За греческим Вином И за Валашским Орехом Валахи Вот так И Он Комфортно Произоставил Человек А Саженцы Ореха Привитые Есть Есть А Лара Есть Нет А Ферноль Есть Нет Ранкет Есть Нет Ранде Матиняк Есть Нет Он Разворачивается И уходит Подожди Куда ты Идешь Это же Не для Нас Нет Вот Опубликовано Написано Что На пятый Год Четыре Тона Там Значит И уходит Один Уходит Второй Уходит Я не могу Продать Саженцы Год Два Значит Проходит Три Года Проходит Вот Прошло Сейчас Уже Сколько С 2000 Года Три Раза По Пять И плюс Еще С половиной Еще Никто Не похвастался Что хотя Полтона Ореха Получил Потому Что Эти Орехи Не для Нашей Зоны Они Созданы Это Отличные Сорта Это Ну Слава Мирового Ореховодства Но Не для Нас Таким Успехом Мы могли Попытаться Выращивать Здесь Банан Или Хрущев Там Где-то Под Мурманском Куру Запытался Выращивать Это Скажем Звенья Одной Тременно Цепи Я Вам Хочу Показать Вот На Что У нас Обычно Запали Человек Инормальный Хомо Сапиенс Мыслящий Человек Разумный Вот Когда Ему Говорят Что Он Получит Четыре Тона Ореха Минимум На Сколково Несколково Гектара У него Значит Синтез Анализ Все Отключается У него Все Блокируется Он Дрожащей Рукой Достает Деньги И платит И садит И ждет Как Буратино Который Посадил Свои Золотые Кребли Кребли Гус И Прочее Прочее Проходят Годы Ничего Нет Замел Так Вот Обратите Внимание Я Толковал Обязательно Сверху Двадцать Сантиметров Навоза Соломистого И вот Жара Все горит А вот Тут Слой Влажный Влажный Навоз Главное Что и корни Перегреваются Значит Вот видите Как развивается Это тоже Наша Оригинальная Система Мы укоротили Как и положено После этого Главного Лидера Оставляем Лидер идет У нас Развивается А остальные Боковые побеги Мы прищипываем Вот Пожалуйста Мы его прищипнули Этот побег Тоже прищипнули Значит Этот побег Тоже прищипнули Тот побег Тоже Его Прищипнули Вот Пожалуйста Ну а лидера Оставляем Значит Агроуказание Оставляете Лидера Остальные Не удаляете Все Весь ассимилизационный аппарат На 80% Выбрасываем А мы наоборот Мы остановили рост Конкурентов А ассимилизационный аппарат Работает на лидер Поэтому лидер Так и вырывается Вот лидер Вот она прищипна Точку роста удалили Ага Майкаль Да Здесь точку роста удалили Вот она Вот она Это остановился А листья работают На лидера И лидер Потом пошел Так резко вверх Это у нас сад Это матыши Серенковый сад А То есть В первую очередь Эти деревья Вырастают у нас Спасибо Эти деревья Вырастут небольшими Я буду готовить С них серенки Ага А то есть Поэтому У вас так Черенкуете А На будущий год Запросто Как три года В этом году высажено Ну как Два года Три года Какая разница Будет здоровый побег Вот побег Если он хорошо вызовет Его можно использовать Для Значит Сейчас Сейчас А Этот побег По божеству Не понял Ну чтобы Примевать Вот этот побег Ну Можно Ну конечно Можно Проблем нет Он уже Почти Заливается Да Сейчас я вам покажу Что вот видите Здесь Междурядная культура Как сделать Чтобы сад ореховый Был Выгодным Доходным Пока он Ну скажем Здесь Матышо-Серенковый сад Если сад Вот например 14 на 10 Междуряди Пока орех поднимется Значит Пока он наберет силу 10 лет И ты на него потрачишь Ежегодные Операционные затраты Охрана Скажем Обработка почвы Значит Доходов нет Так вот Междурядная культура Здесь Пожалуйста Пройдем Посмотрите Был Здесь видите Остатки Чеснока Видите Вот Здесь было Чеснок Очень хорошо Он сочетается С Сочетается С морковкой Здесь был Высажен чеснок И международным Была Выселена Морковь Вот этот участок Был Было Четыре сорта Гермес Дорф Вот видите Чеснок Какой Вырос Здесь Запросто Без проблем Можно вырастить Без вреда Корневая система Ореха Находится Где-то там Можно Здесь И картошку Можно Высевать Здесь Зерновые Культуры Но Надо Чтобы Не Злоупотреблять Не надо Лезть Близко К дереву Чтобы Не было Подсушивания Почвы Чтобы Не было Затенения Вон там Помидоры Пожалуйста Какие Метра Полтора Метра Метра Двадцать На будущий год Может Чуть Дальше Уходить Вот Так Вот Лука Убрали Очень Хороший Урожай Нет Чеснок Я взял На Украине По Пять Пятьдесят Евро Для посадки Ну Очень Хороший Чеснок Лук Тоже Короче Говоря Земля Должна Работать И В этом Проблем Нет Вы Просто Должны Это Организовать И Тогда Скажем Через Восемь Десять лет Когда Орех Начнет Подоносить У вас Уже Будет Все Куплено Все Будет Чистого Листа Можете Помидоры Попробовать Твердые Да Красивая Голока Такая Конечно Красивая Голока Сливу Николай Сливу Как Вы Высаживаете В Межуряде Значит 14 метров Там Между Рядами На 7 метров Ряд Сливы Она За 5-7 Лет Уже Окупает Полностью Сад А Потом Вот сейчас У нас 11-й год Где-то Года через 2 Мы сливы Уберем Будет Мошный Ореховый Сад Рядами 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 Продолжение следует...